Давайте я вам расскажу о том, как реагируют вообще судьи, когда их обнимают. Часто вы видите по телевизору, особенно последний вот этот сезон, посмотрите девушку, которая, она была уже в прошлом сезоне и пришла опять с блюдом, ну там у нее что-то не получилось, она такая с хвостиком такая была, рыжеватый оттенок что ли у нее был. Она уже была в предыдущем сезоне, она сказала, что я в наша команда не попала, потому что один мальчик выключил плиту или включил что-то в этом роде. И она говорит, дайте я вас обниму, дайте я вас обниму. Обратите внимание, вот перемотайте, посмотрите какой взгляд у Эктора. Он прямо, ну они же судьи знают, что их глаза, все, приближается камера и все видно, состояние души может быть видно, отображается в глазах. Посмотрите какой взгляд у Эктора, он еле себя вот сдержал, он говорит, ну давай. Он не хотел обниматься, никто, вот запомните, никакие судьи не хотят обниматься. Редко-редко, когда вот уже, знаете, когда вот мы уже там проживем несколько месяцев под конец, когда они прониклись каким-то вот сами судьи, привыкли к участнику, уже где-то прониклись какими-то чувствами, они могут, да, с удовольствием обняться. А вначале, я помню, когда мы стояли, уходили люди, вот один человек ушел, да, потом трое ушли, и кто-то уже уходил и хотел, дайте вас, а, предупредили нас, нас в ухо предупредил режиссер площадки. А вы знаете, режиссер площадки не просто так предупреждает. Если он что-то говорит, не делает и то-то, или то-то, значит это свыше идет, или от судей идет, или свыше с руководством идет. Он говорит, да хватит обнимать этих судей, хватит обнимать. И я тогда поняла, думаю, это судьи ему сказали, им не хочется обнимать. Во-первых, у каждого из судей здесь микрофон, обнимаются, вот этот шум, шорох, этот шум потом надо убрать как-то вонтажером. Или если не убрать, то все равно неудобно. Все мы стоим в гриме, тут у нас толстый стол грима, обязательно, наверное, испачкаться, особенно может что-то испачкаться. Во-вторых, человек не всегда хочет обниматься с другим человеком. Я вот не могу понять, почему люди, участники вот так хотят обнять судей. Можно же просто пожать руку, двумя руками как-то пожать. Зачем обнимать, а еще если целовать, это вообще. Часто я ловила на мысли, вот когда себя на мысли, и когда видела, как обнимаются, целуются судьями, у людей, я же знаю их, они еле, они просто в этот момент играют роль, еле сдерживают зрение. Ну вот тут у Эктора, я просто заметила, что он, он так сказал, давай. Я понимаю, что ты когда заходишь туда, ты в такой эйфории, ты не совсем вообще реагируешься. Ты плохо себя соображаешь даже, вот именно, да, плохо соображаешь. Я просто помню себя, какое-то такое, ты где-то как во сне. Ты настолько нервничаешь, я понимаю, когда вот люди говорили, мы идем, меня трусит. Я, в принципе, спокойный человек по жизни, но я тоже когда шла, мне аж трясло, мне аж внутри трясло, понимаете? И там, видимо, сбивается что-то, и ты хочешь обнять на радость еще. Боже мой, не надо судей, если вы даже где-то их увидите в городе, или, ну, не надо их обнимать. Они это не любят. Я вам это говорю то, что я точно знаю. Я же общалась еще с людьми, которые, ну, с режиссерами площадки. Они не любят, когда их обнимают. Не обнимайте этих судей. Пожмите им просто руку, и все. Никогда никому, во-первых, это обнятие, такое, знаете, поцелуи, не каждый человек готов принять обнятие поцелуя от другого человека. Они просто вынуждены, так внезапно все участники говорят, камера идет, чтобы уже не резать ничего. Они говорят, ну, вот тут вот это, посмотрите, как это, да, ну, да, давай, давай. И в глазах у него уже было, боже, как мне это достало, эти обнятия, это все. Ну, вот так, я говорю, что судьи не любят целовать и обнимать судьи, не стоит, не советую, даже если вы где-то увидите их. Так, под видео я там что-то кину, ссылки разные, смотрите, если вам интересно.